Так, мы сегодня организовываем митинг в Парке Победы. До этого хотели организовать такой же пикет около здания городской прокуратуры, но мэрия нам поставила палки в колеса и не дала там провести этот митинг. Поэтому мы здесь вот собрались. Испуганных очень много, и не все смогли даже прийти, потому что им угрожают, похоже. И поэтому не все смогли прийти. А из чего взяли, что угрожают? Потому что вот я на плакате держу как раз, я за матерей, которые, дети которых пострадали от рук произвола, от рук оперативников, которые избивали наших детей. Я фамилии детей скажу, которые уже стопроцентно у них есть, и экспертизы. Это дети... А Саид Гореев кто? Саид Гореев это следственный комитет, который ставит эти палки в колеса и не разбирается с этим делом. Дает отказные материалы, даже не проверив, не опросив ни свидетелей, ни понятых, никого. Это получается норма, что ли, если и следственный комитет, и прокуратура, и СУ. И реакции никакой. А дети, невиновные дети сидят у нас. Кто за это вот ответит? Фамилии детей, я хочу сказать, даже это жертвы произвола. Это Щеголев Павел, черепно-мозговая травма, может быть еще потеря зрения. Братья Кудусовы, Наиль и Игорь. Избиты, переломанные ноги, тоже есть у них экспертиза. Исхаков Эдик избит. Одевали на него противогаз и били его в течение пяти часов. Били по половым органам. В течение недели они. Бутылка, бутылка, набранная вода, вот этой вот бутылкой били. И у всех есть экспертизы. Почему следственный комитет, почему прокуратура бездействует? Мы пишем Москву. Сейчас Москва на нас начала реагировать, хоть пришли какие-то, какие-то пошли движения. Но дети невиновные, дети сидят сейчас. Поэтому вот мы вышли с этими. Остановить надо. Почему Челнинцы, это наш город, это наша молодежь, это наши дети. Я за всех детей вот стою здесь и говорю. Почему, Саид Гореев, почему прокуратура молчит и бездействует? Когда это прекратится? Когда они начнут делать свою работу? До какой степени будут страдать дети, молодежи? Они уничтожают, я считаю, что преднамеренно уничтожают молодежь. Те оперативники, которые вешат это дело, их фамилии тоже тут же. Вот они, вот они, вот они, их фамилии. Это Романов непосредственно. Очень вообще его надо проверить еще на наркотическом. Адеквативный он вообще, этот Романов. Потому что он избивает наших детей. А кем он работает? Он подраздывает им наркотики. Он операуполномоченный, АБОП, вот он, 6-й отдел. Электротехнический. 6-й отдел. Электротехнический. Да. Он, Аня, 6-й отдел, начальство знает об этом и прикрывает. Начальству выгодно прикрывать их. Почему? Потому что если начнется делать следственные, начальство просто слетит со своих мест. Ну пусть слетит, ну пусть челны, наконец-то.